МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благовещенская епархия свято чтит этот день, и 30 октября священнослужители храмов города, сотрудники Благовещенской епархии, во главе с правящим архиереем, высокопресвященнейшим Лукьяном, пришли к монументу, созданному по проекту Елизаветы Коваленко, для возложения цветов и молитвенного поминовения душ погибших в эпоху жестоких испытаний. По блаженному спине вечный покой, подождь, Господи, всем пострадавшим годину леколетия и сотворим вечную память. Вечная память Вечная память Души его боги На монументе гравировка В Алмурской области репрессировано более ста тысяч человек, каждый пятый. Благовещенский пострадал каждый шестой житель. Среди них большой процент составляют священнослужители, некоторые из которых канонизированы Русской Православной Церковью или же готовятся, благодаря трудам Благовещенской епархии, войти в собор новомучеников и исповедников российских. Воскресный день в женской обители, расположенной недалеко от села Егоревка Благовещенского района, как обычно прошла литургия, в которой молились монашествующие сестры во главе с игуменей Матушкой Виктории, трудницы монастыря. После слова служащего священника отца Сергия Хышова участники богослужения остались в храме в преддверии долгожданного мероприятия, которое состоялось здесь по благословению Высокопресвященнейшего Лукьяна, архиепископа Благовещенского и Тынтинского. Святогорский крестовоздвиженский женский монастырь в любое время года рад встрече с друзьями. Это паломники со всех концов Преамурия, которые приезжают сюда и потрудиться, и надышаться благодатью, и пообщаться не только с прекрасной природой, но и с высокой культурой, как сегодня, в день, когда все здесь по-рождественски сказочно. Последний воскресный день октября, счастливый для каждого сердца, потому что в этот день в монастыре состоялась встреча со знаменитой амурской хоровой капеллой Возрождения под руководством Елены Беляевой. Сегодня у нас с вами ни концерт, ни выступление. Коллектив представит духовное песнопение. Это своего рода молитва. Все духовные песнопения, какими бы они ни были, хвалидными, песнопения рассуждения, покаянные, либо просто молебные, все духовные песнопения обращены к одному, к отцу нашему. Все они телоцентричны, то есть и богоцентричны, обращены к Богу, к отцу Вселенного человека. Будем рассматривать эту творческую встречу как возможность взаимного обогащения, расширения нашего кругозора. Матушка Игумене каждый раз знакомит паломников со святынями храма. Ведь всегда здесь кто-то впервые. Святыни здесь действительно великие. Часть мощей Святого Животворяющего Креста Господня, части святых мощей преподобной Марии Египетской, мученицы Анастасии Узарешительницы, киево-печерских святых. Стены храма Крестово-Сдвиженского монастыря сегодня впервые наполняют звучание духовных песнопений. Это произведение русских классиков, монашествующих. Вначале звучит знакомый всем псалом Давида, русского композитора Дмитрия Бортнянского. Дмитрия Бортнянского. Каждый согласится, что душу трогает молитвопение, создаваемое звучанием прекрасных голосов, располагая ее к покаянному настрою. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Необычайно красиво звучат в исполнении знаменитого коллектива духовные стихи. Духовные стихи – это удивительный жанр поэзии, духовной поэзии. Эти стихи писались много веков назад, но самое удивительное, что духовные стихи пишутся и сегодня. Вот сейчас прозвучит один из таких современных духовных, покаянных стихов, написанных, текст написан священником Андреем Робину, а музыка написана монахиней Библиарии. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Каждое исполненное произведение – подарок сердцу, трогающий его сокровенные струны. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Лучшая награда артистам – аплодисменты и слезы на глазах. Приглашение приехать сюда вновь. Ведь капелла «Возрождение» не первый год дарит свои душевные номера во время благотворительных концертов прихожанам многих храмов области. И, конечно же, даст Бог, встречи будут снова и снова. Субтитры создавал DimaTorzok